добрый вечер всем еще раз мы возвращаемся к тому месту которое покинули в прошлый раз это фрагмент про хот-мей-броход то есть запечатывающих благословения мы прочитали этот фрагментик он как бы является комментарием к следующему тезису Мишны можем еще раз вернуться к Мишне Мишна находится на я не знаю на какой странице в русском издании это 54 лист а 54 а там находится собственно говоря все Мишнают который перечисляет Талмуд давайте еще раз все-таки прочитаем это потому что на самом деле здесь есть опять я уже в прошлый раз говорил есть определенная проблема понимания такого того что имеет ввиду Талмуд когда здесь говорит про хатимата браха вот здесь говорится следующее все запечатывающие благословения в храме говорили до до навсегда да то есть до века вечность то есть навсегда а когда садукеи значит стали возражать и говорить о том что есть существует только один мир садукеи как мы тоже напоминаем о том говорили но еще раз а садукеи это те кто отрицает устную Тору и соответственно отрицает в том числе и понятие улама-ба эти два понятия улама-зе и улама-ба это понятие аталмудической литературы в писании мы не встречаем такого понятия будущий мир а в аталмудической литературе да и садукеи которые отрицали устную Тору говорили о том что мир один нет вот этого самого будущего мира и поэтому в пику садукеем стали говорить или в пику садукеем а чтобы так сказать исключить садукейство стали говорить другую версию от мира от века и до века так можно было бы на самом деле это прочитать но как я уже говорил слово улам его можно понимать и так и эдак то есть это понятие изначально этимология его связано со временем но в общем когда мы говорим про улам то мы имеем ввиду часто пространственные характеристики на этом мир когда мы говорим наш мир и будущий мир мы говорим не вполне а времени говорим в том числе и о каком то пространстве скажем так то есть это само само по себе это понятие оно довольно сложное но поскольку мишна видите очень лаконично да то возникает вопрос а что что это вообще за фразы такие что это за фразы адовлам или мингаллам и у нас как бы из того фрагмента который мы прочитали а он очень коротенький калмут удивительным образом но эту важную в общем-то важный тезис смешный он почему-то почти не обсуждали да там один абзац который мы прочитали так вот возникает естественный вопрос что о чем идет речь вообще да что здесь происходит когда мы говорим про хатимата браха что такое хатимата браха ну например если мы говорим про человек выходит благословляет то да он говорит какое-то благословение а в конце он говорит Как в начале он говорит «Баруха та шемела кейна мелахаллам», так и в конце он говорит «Баруха та шемела кейна мелахаллам». И вот это второе благословение, как бы конечное, завершающее, обычно называется «Хатима», то есть завершение. Не все благословения, естественно, имеют такого рода «Хатиму». То есть если я, например, благословляю, читаю благословения на употребление яблока или там чего-нибудь еще, то я произношу некое благословение, в котором нет ничего дополнительного. То есть я говорю «Баруха та шем кейна мелахаллам боре при аец», сотворивший плод дерева. И все. И нет ничего, что завершает как бы это благословение. Оно предваряет некое действие. А есть благословения, в которых есть и вот это самое завершение. Часто это, ну, например, если говорить про благословение, которое здесь долго обсуждалось в Интактате, которое называется «Мээншалов», наподобие трех. Трех имеется в виду три благословения «Меркат Амазона», благословения после еды, которые имеют некую сокращенную формулу. И вот это краткое благословение, которое произносится на разного рода выделенные продукты, не на все, а на выделенные продукты, такие как виноград или связанные с вином, собственно говоря. Или то, что называется «Мизонот», то есть те злаковые, которые подобны хлебу, но не совсем хлеб. Значит, на них произносится вот это особое благословение «Мэншалов». Оно тоже имеет в конце то, что называется «Хатима», то есть нечто завершающее. Продолжение следует...